Центр семейного чтения села Сергиск, библиотека нового поколения. Несмотря на его внушительный книжный фонд, взрослой библиотеки он составляет 45 тысяч зепляров, а детской 3 тысячи, в декабре месяце он пополнился новыми книгами, благодаря выделенным средствам из муниципального бюджета. Книги приобретались исключительно последних трех лет издания. При составлении списков, конечно, мы учитывали. Во-первых, это чтобы были книги, лауреаты различных литературных премий. Конечно же, рекомендательные списки наших методических центров и, естественно, пожелания наших читателей. Для юных читателей поступило полторы тысячи книг, для взрослой аудитории – 1600. Эти цифры совсем не скромные, ведь читать у нас в районе любят. Библиотечная аудитория насчитывает более 16,5 тысяч человек. Это книги для всех жителей нашего района. Если вы еще не стали читателем, то приходите, записывайте. Не обязательно в нашу библиотеку, можете в свои поселенческие библиотеки записаться, потому что эти книги вы можете заказать. Просто обратитесь к своему поселенческому библиотекарю, который сделает заказ. А мы уже найдем способ, как доставить эту книгу в вашу поселенческую библиотеку, и вы ее обязательно, эту книгу прочитаете. Познакомиться с перечным литературой можно и на сайте библиотеки, в социальных сетях или по номеру телефона, где вы точно найдете нужную вам книгу. Теперь еще и список литературы пополнился книгами по медицине, психологии, сельскому хозяйству, технике и, конечно же, художественными произведениями. Особое внимание работники библиотеки уделили заказу детских изданий. Достаточно, что мы приобрели книги, так называемые, с дополненной реальностью, где скачивается на гаджет определенная программа, наводишь на картинку, и картинка оживает, взрывается, извергается вулкан, идет поезд, едет поезд по столу. В общем, интересные книги, интересно читать, интересно смотреть, интересно быть читателем. Пополнение радует и библиотекарей, и читателей. Держать в руках их приятно, яркое оформление, интригующие заголовки. И самое главное, интересное содержание, в чем убедитесь и вы, посетив районную библиотеку. Маргарита Русяева, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».